Всем привет, дорогие друзья! Это Ежи Новости, проект, в котором я рассказываю свое отношение к новостям, которые произошли с нашим любимым клубом за последнюю неделю. Новостей набралось не так много, хотя и немало. Есть о чем сегодня поговорить. Конечно, достаточно интересные вещи с клубом происходят. Но начну я в этот раз с себя, потому что нужно продвигать каким-то образом свою деятельность. Поэтому не забудьте подписаться на канал, не забудьте поставить лайк и распространить эту ссылку среди своих друзей, если они тоже любят локомотив и интересуются новостями. Кроме того, вы, наверное, знаете, что основная моя деятельность сейчас происходит на стриминговых различных платформах, где мы в режиме прямых трансляций смотрим футбол, в частности сейчас чемпионат мира проходит, и обсуждаем все, что вообще происходит, и локомотивское, и не локомотивское, и футбольное, и не футбольное. В общем, все, что душе угодно на прямых трансляциях обсуждается. На мой взгляд, получается довольно весело и интересно. Поэтому подписывайтесь, ссылочки вот в описании. Мы перешли на платформу ВКПЛЕЙ с богомерзкого ВАЗДа, который у многих не работал. На ВКПЛЕЙ вроде более-менее все неплохо работает. Обязательно подписывайтесь тоже, приходите на трансляции, буду всех вас рад там видеть. Ну, а сейчас к новостям. В этом выпуске мы с вами, конечно же, поговорим про последний матч года для локомотива. Обыграли Нижний Новгород, попали в сетку Венеров Кубка России, ждем своего соперника. Но в этом матче было много интересных вещей. Кроме того, локомотив обзавелся спортивным директором, а также директором по работе в молодежном департаменте. Как-то там заумно эта должность звучит. Придуманная специально для Пашинина и Ласькова, а теперь дарованная Борису Ротенбергу. Ну и разумеется, раз уж начинается межсезонье, то и появляются трансферные слухи. Пока что на выход. Педриньо вроде как собрался в Бразилию, и об этом мы тоже с вами сегодня поговорим. Погнали! Начнем в этот раз с футбола, благо, наконец-то, приятный повод. Локомотив одержал победу, обыграл пари НН со счетом 3-1 и вышел в сетку Венеров со второго, правда, места. Не с первого, потому что в параллельном матче Краснодар все-таки переиграл Химке. Но и это, в общем-то, неплохо. Как я уже говорил, не так уж важно выходить с первого места или со второго. Главное попасть в сетку Венеров, потому что это дает тебе право на ошибку. Ну а кто конкретно попадет с Локомотива, мы узнаем 3 декабря, когда Российский футбольный союз решил устроить целый шоу-матч из жеребьевки. Предварительно будет какой-то матч сыгран в формате 5 на 5, в котором, кстати, принимает участие довольно большое количество игроков, как Локомотива, так и имеющего какое-то отношение к Локомотиву. От Локомотива будет играть Даня Худяков и Иван Игнатьев, но кроме этого там можно будет увидеть и Лешу Миронова, и Влада Карапузова, и Матвея Ивахнова, и Тимура Сулейманова. И, ну, там такой себе на самом деле состав набирается, но все равно это довольно интересное шоу. Мы обязательно, кстати, его будем стримить на ВК-плее, поэтому тоже, если хотите, приходите на трансляцию. Ну, а после того, как они поиграют в этот футбол 5 на 5, после того, как они посоревнуются в различных челленджах, будет, собственно, жеребьевка, где мы и узнаем своего соперника по верхней сетке. Ну, и давайте о самом матче, потому что матч получился довольно характерным для Галактионова и довольно необычным с точки зрения состава. Например, в этом составе не было Баринова и Макеева, тех самых людей, на которых мы, наверное, больше всего жаловались по итогу матча с Краснодаром. Объяснили это болезнями, объяснили это какими-то повреждениями, Макеева вообще не стали объяснять, но по факту оказалось, что для Локомотива отсутствие Дмитрия Баринова и Стаса Макеева точно пошло на пользу. Место Макеева в обороне занял Егор Погоснов, он уже себя показывал в матче с Уралом, было хорошо, и в матче с Нижним Новгородом снова было хорошо. Может этот парень играть на уровне российской премьер-лиги, и, ну, в целом, молодежь показывает себя с наилучшей стороны. Вместо Баринова вышел Мардешвили в центр полузащиты, как я того и просил, как я о том умолял Галактионова. И тоже получилось хорошо. Мардешвили по итогам этой игры оказался причастен ко всем голам, которые забил Локомотив, сделал три голевых передачи. Сперва ассистировал Тикнезяну, затем откинул, наверное, самое меньшее участие в голе с Камано, который неожиданно пробил в ближний угол с метров двадцати. Ну и в конце, уже во втором тайме, добежал в штрафную и в подкате сделал передачу на Уилсон и Сидора, который забил третий гол и позволил нам особенно не волноваться за исход матча. В общем, Мардешвили в центре поля неожиданно оказалось хорошо. Может быть, не стоило его ставить на края атаки все это время. Ну, как я и говорил, в центре поля Мардешвили играет либо хорошо, либо хотя бы нормально, в отличие от тех матчей, когда его ставят либо на фланг обороны, либо на фланг атаки. Короче, на фланге ему делать нечего. Вернулся Антон Миранчук. Он как раз у нас смог сыграть на левом фланге атаки. Было это не так продуктивно, хотя, ну, в целом, тоже ниже своего уровня Антон не опустился и этого было достаточно. В общем и целом, и это подтверждает статистика, Локомотив вернулся к своему прессингу. Из-за этого Нижний Новгород фактически не мог выйти в атаку. К моменту, когда Пари-НН начал проводить свои первые более-менее опасные атаки, Локомотив уже ввел в счете 2-0 и в целом за результат этого матча было довольно спокойно. Наконец-то Локомотив не дает нам нервничать и не дает нам переживать. Даже пенальти, который был заработан Максимом Нинаховым в абсолютно бестолковой манере, никак не изменил отношение к этому матчу, никак не заставил нервничать. Ну, подумаешь, 3-0 превратилось в 3-1. Хотя Галактионов на пресс-конференции сказал, что ему понравилась реакция команды, что они расстроились из-за пропущенного гола. Не радовались вот этой победе, долгожданной победе, а именно расстроились из-за пропущенного гола. Это дает вот тот самый нужный менталитет победителей, который пытается выстроить Галактионов. В общем и целом, матч мне понравился. Локомотив, конечно, не был хорош. Локомотив много ошибался в передачах, много делал неудобных этих передач. Локомотив никак не может нормально завершать атаки, потому что плотные нормальные точные удары у локомотива не проходят. Даже то, что мы забили 3 мяча, оно было во многом на совести вратаря, который пускал в ближний угол, например, удар от Комано с 20 метров. Но в общем и целом, конечно, этот матч было гораздо приятнее смотреть, чем большинство матчей этой осени, где локомотив отказался от прейсинга, где локомотив отдавал мяч любому сопернику, где локомотив вжимался в штрафную, будь перед ним Торпеда, Химки или кто угодно. И просто переехал соперника за счет класса своих футболистов. Так, собственно, оно должно было быть и в первом туре. Там тоже локомотив переехал в Нижний Новгород, но забить не удавалось. Здесь удалось. И разницы между этими двумя матчами не так уж и много. Поэтому счет на табло, он, конечно, очень сильно решает. Но по качеству игры локомотив начала этого сезона и локомотив, который победил у Нижнего Новгорода, он не сильно различается. С другой стороны, конечно, нужно отметить то, что и состав у Галактионова, прямо скажем, отличается от того, что был у Компера в начале года, когда там был и БК-БК, когда там был Фасон, например. Да, одно дело играть с Фасоном, другое дело с Егором Погосновым. Тем не менее, поздравляю с победой. На мажорной ноте завершили гол. Теперь ждем своего соперника. Сразу после этого фактически выкатили голосование названия лучшего игрока месяца. И здесь у меня есть две ремарки. Лидирует в этом голосовании Найр Тикнезян, который забил первый гол ворота Пари-НН и вообще весь ноябрь провел довольно хорошо. Он забивал Уралу, ну как забивал, рикошетом от ноги защитника. Забил свой первый настоящий гол уже ворота Пари-НН. И в целом, ну каждый матч в ноябре Тикнезян проводил на хорошем уровне. Я это каждый раз отмечал. В общем, можете посмотреть предыдущие Еженовости и услышать примерно то же самое мнение. Поэтому мой фаворит Найр Тикнезян, и он же лидирует в голосовании. Рад, что болельщики Локомотива тоже солидарны со мной в этом мнении. Если Найр выиграет все-таки эту статуэтку, то она станет для него в этом году уже второй. И он сравняется по этому показателю с Уилсоном Исидором и с Артемом Карпукасом. Больше двух статуэток в этом году не зарабатывал никто. И это довольно забавно, учитывая, какое мнение в бореческой среде есть о Наиле Тикнезяне. О том, что его, дескать, купили за очень большие деньги. И что он очень плохой игрок. И, ну короче, всех собак сваливают на Тикнезяна за провалы, которые были еще в прошлом году. Когда он там то удалится, то пенальти заработает с Марселем. В общем, никак не могут простить ему те грехи прошлого. Но последний матч он действительно играет очень здорово. Как и в мае, когда он получил свою первую статуэтку, так и сейчас. Он действительно стабильно начал играть. Практически не ошибается. Очень активно принимает участие в атаках. Один из лидеров команды по вот как раз участию в этих самых атаках. В билдапе, выходе из обороны в атаку. Так что буду рад, если Тики завоюют эту награду. И, ну, две награды за год. Это, в общем, хорошее достижение. Но еще более классное достижение у Артема Карпукаса. Я специально проверил. И Артем Карпукас был номинирован на лучшего игрока месяца в каждом месяце этого сезона. Он был номинирован в июле. В августе он получил свою первую статуэтку. Он был номинирован в сентябре, но тогда Педринью забил 4 гола. И он был номинирован в октябре, когда выиграл и забил свой первый гол. Ну и, соответственно, сейчас он тоже получил свою номинацию на звание лучшего игрока. Для дебютанта этого сезона быть лучшим в каждом месяце – это невероятная просто заслуга. Потому что, ну, молодые игроки, они могут ярко сверкать. Мы это неоднократно видели. Но чтобы была стабильность, чтобы каждый месяц без спадов, без травм проходить, такого, честно говоря, я не припомню. Даже у Леши Мирнчука были прекраснейшие матчи поначалу, но затем шли абсолютно блеклые, когда Лешу не было видно. Карпукас же лучший и ниже своего уровня в этом сезоне не упал просто ни одного раза, а в некоторых случаях и выдавал космический результат. Раз уж я упомянул Педринью, то надо тогда перейти и к трансферным слухам. Буквально в ночь с четверга на пятницу довольно авторитетный бразильский источник сказал то, что Педринью находится в уже решающей стадии переговоров по переходу в Сан-Пауло на правах аренды. Естественно, в это верится очень хорошо, потому что Педринью не участвовал в последних матчах команды, Педринью не тренируется с основой. Да, хотелось, чтобы ему дали какой-то шанс, чтобы он провел предсезонку с Галактионовым, но одно дело то, что мы хотим, другое дело то, что мы ожидаем. И я думаю, что отдача Педринью в аренду ни для кого не станет какой-то неожиданностью, громом среди ясного неба, как же так, вот ничего не предвещало. Нет, предвещало, и Баринов много говорил в интервью о том, что Педринью много болеет, и было видно то, что в коллектив особенно Педринью не вписался, и даже после возвращения Галактионова он не попал в состав. Возможно, сам Педринью хочет покинуть. Локомотив не нравится ему здесь, холода, зима, какие-то Бариновы постоянно орут на тебя в прессе, и фамилию не дали, прозвище, точнее, не дали себе на футболке написать. В общем, дикая страна, уеду-ка я в родную Бразилию. С одной стороны, конечно, жалко, потому что Педринью это представитель индивидуально сильных футболистов. Мы видели дриблинг Педринью, мы видели 4 гола Педринью в ворота химок, мы видели то, что если ему давать пространство, то он может довольно многое. С другой стороны, мы точно так же видели и много, ну, довольно серых матчей от Педринью, где он получает мяч, начинает двигаться с ним в сторону своих ворот или поперек поля и теряет его, в общем, так ничего и не создав. И, по сути, кроме одной голевой передачи в матче с Краснодаром на кубок и 4 голов в матче с химками, вспомнить каких-то ярких действий Педринью на футбольном поле у меня лично не получается. Возможно, опять же, пройдет предсезонку с Галактионом, возможно, тот найдет ему место в схеме 4-3-3, Педринью на левый край вообще очень здорово должен заходить. Но буду ли я жалеть по его уходу? Да примерно так же, как по уходу Тина Анжарина. Прикольный парень, что-то в нем есть, что-то интересное, может быть, вырастет в хорошего футболиста, хотя Педринью уже не молодой. Но слишком мало он побыл с нами, слишком мало игр он провел, и скучать по нему, наверное, не получится. Вот хотя по Кухте я скучаю, хотя он полгода с нами провел, по Педринью у меня такого нету. И, как верно подметили в чатике, Педринью при этом еще и больше голов, чем Кухта, забил за тот период, что у него был. Но вот так уж я устроен, что полюбить Педринью я не успел. Уйдет и ладно, хрен бы с ним. Интересно, будет ли замена для Педринью, потому что у нас на левом фланге вообще-то довольно большое количество народу. Там и Уилсон, и Сидор может сыграть, там и Камано может сыграть, и Антон Миранчук может сыграть, и молодые парни могут, в принципе, подключиться. В общем, дефицита на позиции левого полузащитника мы не испытываем. Справа Керк, Рефаджи Малединов должен выздороветь в нападении Иван Игнатьев и Раканьяц. Да и Педринью, как центральный нападающий, наверное, не лучшая опция. Его я все-таки рассматриваю именно как крайнего нападающего. И там у нас вроде все нормально, по крайней мере, если там Исидор не уйдет, Керк не уйдет, Камано не уйдет. Вроде более-менее нормально. Но, тем не менее, ходят же слухи, например, про Сергея Пеняева, который будет вообще идеальной заменой для Педринью. Это очень похожий стиль игры. Тоже может быть крайним нападающим, может быть центральным нападающим. Тоже сильный индивидуально, тоже хорошо работает на рывочках. В общем, если придет Пеняев, то, наверное, вообще можно не плакать про Педринью. Если придет какой-нибудь, там, не знаю, Ежов, которого тоже рассматривают в качестве кандидатов. Ну, в принципе, всех игроков Крыльев Советов рассматривают в качестве кандидатов. То это, наверное, уже не так прикольно. Тем не менее, я вообще не удивлюсь, если Педринью уйдет, а на его место никто не придет. Придет какой-нибудь центральный нападающий типа Владимира Сочевого. Да, на мой взгляд, абсолютно будет нормальный размен. Так что, спасибо Педринью за покер. Исторический покер. Давненько я не видел, чтобы игрок Локомотива забивал 4 мяча в одном матче. Но, наверное, не прижился. Наверное, все-таки в Бразилии этому парню будет получше. Интересно также, кто принимает решение, например, про уход Педринью в аренду. Наверняка все это прорабатывалось уже достаточно давно. Но в понедельник Локомотив, довольно маленькой заметкой на официальном сайте, вдруг сообщил то, что спортивным директором клуба назначен Дмитрий Ульянов. Про Дмитрия Ульянова я вам говорил в одном из предыдущих выпусках Ежи Новостей. Но тогда его сватали на пост генерального директора на место Владимира Леонченко. Я говорил о том, что для Дмитрия Ульянова пост генерального директора, он не подходит. Дмитрий Ульянов это чисто спортивный человек. Он был тренером, он был сам игроком в прошлом. И ему интересно заниматься именно спортивной работой, комплектованием, составом переговоров, контрактами и вот такими вещами. А перекладывать бумажки маркетингом, заполнением трибун, организацией матчей, но это все-таки не совсем его, совсем не его. Однако мне казалось то, что Владимира Леонченко так или иначе все равно уберут. Ну потому что за два года, которые прошли с момента его назначения, я по большому счету работы именно генерального директора у Владимира Леонченко не увидел. Те вещи, которые не касаются спортивного блока, они ну по большому счету завалены. Да, мы можем вспомнить много скандалов, связанных с работой медиа-службы и уходом старой гвардии Кирилла Брейдой и компании, и с тем, что год вообще никого места у них не было, и с Леонидом Шлыковым, который тоже внезапно покинул команду. В общем, много-много было пиар-провалов с Локомотивом за это время. И это же работа именно Владимира Леонченко, наладить хороший имидж клуба среди болельщиков, среди средств массовой информации. Но этого нету, мы все видим то, что Локомотив шпыняют все, кому не лень, и болельщики, и СМИ, и телеграм-каналы, и телевидение, и кто угодно. Были скандалы с празднованием столетия, которого не оказалось, да, идет какая-то якобы исследовательская работа. Меня даже приглашали в научную группу по исследованию того, когда должно праздноваться столетие. Но я, как член этой группы, я даже вам сказать ничего не могу, потому что я ничего не знаю о ее работе, кто там что сейчас делает и делается ли вообще. Просто должно было быть столетие, сказали, что столетия не будет, и все на этом, кто-то где-то что-то изучает. Короче, много таких вещей было, и, опять же, инфраструктурные вещи, про них отдельный, наверное, должен быть разговор. Они, наконец-то, спустя там полтора года реконструировали Баковку, но Перова, например, стоит, и до сих пор в нем ничего не происходит. Ну, вроде как что-то строят, но два года уже Академия Перова ютится на маленьком количестве полей с основной Академии, туда еще девочки добавились. Все это явно не способствует прогрессу ребят, которые могли бы пополнить локомотив в каком-то отдаленном будущем. Короче, не нравится мне работа Леонченко, тоже много раз вам об этом говорил, и думал, что его должны убрать. Все-таки это человек Плутника, человек, который пришел в локомотив, потому что он с Плутником в футбол играл. Но нет, Леонченко, судя по всему, оставляют. Дмитрий Ульянов занимает место спортивного директора, и как они там все будут уживаться, в общем, непонятно. Дмитрий Ульянов — это человек, который приходит к нам из Химок и входит в так называемую Чертаново-Химкинскую компанию. Собственно, когда приходил Нагорных, было очевидно, что он будет приглашать людей, которым он доверяет. И среди этих людей — Дмитрий Поляцкин, Сергей Хабаров, люди, которые строили Чертаново, к которому, собственно, Нагорных имеет непосредственное отношение. Чертаново я люблю, Чертаново я уважаю, и в общем и целом считаю, как минимум, Дмитрия Поляцкина, потому что с Сергеем Хабаровым я не знаком, но как минимум Дмитрия Поляцкина считаю профессионалом очень высокого уровня. Я высоко котирую Чертаново, я высоко котирую работу, которую проводили эти люди в Чертаново, и если будет что-то подобное создано в локомотиве, я точно не буду против, потому что ребята из Чертаново выходят очень классные и продолжают выходить. Однако, конечно, никуда от этого не деться, мы живем в России, и есть очень серьезные опасения того, что в локомотив вернется система, при которой игроки, например, подписываются под определенного агента, что некая группа лиц имеет слишком большое влияние, и она направлена не столько на усиление команды, не столько на повышение результатов, а сколько на какую-то личную прибыль. И в этом плане, конечно, ну, когда приходит целая группа людей, которая была связана между собой в прошлом, эти опасения повышаются только в несколько раз. И очень бы не хотелось, чтобы в локомотиве это произошло. В целом, в целом, если все пройдет гладко, если эти люди пришли именно показать себя, именно построить клуб, то, ну, я доверяю и Дмитрию Ульянову, и Дмитрию Поляцкину. На мой взгляд, это люди, которые... Ульянов вообще имеет тесную связь с локомотивом, Поляцкин просто профессионал, который как минимум две академии на очень высокий уровень поднимал. В сферическом, в вакууме, это должно пойти локомотиву на пользу. Но если вмешаются какие-то процессы извне, те, которые мы с вами не любим, те, которые мы с вами в локомотиве видеть бы не хотели, тогда, конечно, это очередной распил проект, и мы узнаем об этом довольно скоро. Впрочем, во вторник грянула еще одна новость, уже куда менее ожидаема. На должность руководителя департамента развития молодежного футбола локомотива, или как-то так, честно говоря, не запоминал ее наизусть, эту должность, был назначен Борис Ротенберг. Легенда нашего клуба, чемпион России в составе локомотива, обладатель кубков, суперкубков. Короче, талисман локомотива вернулся в локомотив. Теперь все пойдет как надо. Шутка, конечно. Борис Ротенберг фигура одиозная, отношение к нему среди болельщиков довольно неоднозначное. Кто-то его любит, кто-то над ним смеется, кто-то его ненавидит за то, что он сын своего отца. Я тоже неоднократно свое мнение по Борису Ротенбергу высказывал. На мой взгляд, конечно, это не очень сильный футболист, однако говорить о том, что он вообще не умеет играть в футбол, не приходится. Как минимум, да, он играл у Курбана Бердыева в Ростове, который занимал второе место и довольно часто играл. Да, не как в локомотиве выходил на 10 секунд в концовке матчей, а вполне себе там проводил по часу времени на поле. И не сказать то, что Ростов как-то через его фланг 10 мячей пропускал. Конечно, слабый футболист. Конечно, протекция и звучность имени имеет место. Да, недаром Борис Ротенберг играл в Динамо в свое время. Но при этом все, абсолютно все, каждый человек, который говорит о Борисе Ротенберге, говорит о том, что это человек большого трудолюбия, о том, что он никогда не давал никаких поблажек, что он абсолютно спокойно воспринимал сидение в запасе и трудился, 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 хотя мог совершенно этого ничего не делать. Мог спокойно сидеть каким-нибудь генеральным директором какого-нибудь банка, получать деньги и разворовывать капиталы. Но он предпочел трудиться, он предпочел футбольную карьеру, и заодно только это вызывает уважение. Многие вообще не воспринимают футбольную карьеру как что-то тяжелое, но при этом выйти на пробежку они обязательно начнут со следующей недели не раньше. Что мне кажется интересного в этом назначении? То, что оно произошло буквально на следующий день после назначения Дмитрия Ульянова. И как мне кажется, эти два назначения нужно рассматривать именно в паре, потому что главное качество, которое есть у Бориса Ротенберга на данный момент, когда у него нет никакого опыта работы в футболе, это независимость. На Ротенберга довольно сложно надавить извне, довольно сложно представить, что придет какой-то дядя и скажет, вот вам 50 тысяч рублей, возьмите, пожалуйста, моего сына в академию. Ротенберг вряд ли будет кого-то слушать, эта фигура именно независимая, и ему вполне возможно интересно именно поработать самостоятельно. И в таком случае назначение Ротенберга будет противовесом назначению Дмитрия Ульянова и, соответственно, приходу вот этой из Чертаново-Химкинской братья. Потому что у вас теперь есть вот эти самые спортивные директора, которые могут приходить к Нагорнах или Клеонченко, не знаю, у кого будет право подписи, и говорить, нам нужно то-то, то-то, то-то. В академии плохой тренер молодежки, в академии нету игроков на позицию левого защитника. Вот этот парень должен уйти в аренду, он не тянет. А с другой стороны придет Борис Ротенберг и скажет, алло, что-то вы тут мутите, потому что тренер молодежки хороший, потому что есть у нас и на эту позицию футболист, а вы, похоже, хотите протолкнуть кого-то своего, чтобы через это мутить какие-то схемы. И в этом плане это действительно может сработать. Может не сработать. Может получиться механизм, который работает на противодействии, на сдерживании, и одни, соответственно, сдерживают Ротенберга, Ротенберг сдерживает их, и на этом получается какой-то классный продукт. Например, так у нас работала система в чемпионский год, когда было противодействие блока Семина и противодействие блока Геркуса. Вместе они друг друга сдерживали и принимали правильные решения, которые привели к тому, что Локомотив стал чемпионом России и, собственно, была вот эта вот замечательная команда, которая повыигрывала все за 5 лет. Но может войти в клинч, и тогда этот механизм никак не будет работать. Одни будут блокировать решение Ротенберга, другие будут блокировать решение Ульянова и Поляцкина. И все это будет завязано в узел, который невозможно будет разрубить. Но как идея создать противовес возможному негативному влиянию агентов на Ульянова, Поляцкина и прочих, это, мне кажется, очень неплохо. К Борису Ротенбергу в любом случае отношусь с уважением и не то, чтобы прям рад был его приходу в клуб, но точно ничего против не имею. И еще одна претензия, которую часто высказывают к Ротенбергу, это то, что он сын своего отца, и то, что Ротенберги уже однажды Динамо разворовали, это то, что Ротенберг сейчас работает в Сочи, а Борис Ротенберг-младший в Сочи не работает. Хотя мог бы и, как часто это бывает, спокойно бы сидел, себе деньги зашибал и развивал в меру своих способностей клуб своего отца. Он этого не делает, он предпочитает идти в локомотив и идти не на какую-то там супер руководящую должность, даже не на должность спортивного директора, не говоря уж о должности генерального, а на должность руководителя департамента молодежного футбола. То есть начинает с самых-самых низов. И за это тоже, опять же, ему респект. Многие, например, Дмитрий Сычев, на работу с низов не идут. Пожалуй, на этой неделе мне вам больше нечего сказать, поэтому, если вы еще не подписались, не поставили лайк, то сделайте это. Напоминаю, что в описании будет ссылочка на ВК-плей, поэтому подпишитесь, зарегистрируйтесь, подпишитесь и следите за онлайн-трансляциями. Их сейчас довольно много. И всем пока, до встречи через неделю. Надеюсь, что нам будет о чем через неделю поговорить.